Здравствуйте, друзья! С вами Вяткин Александр, и это канал Команда ГОСТ+. Я уверен, что каждый из вас неоднократно встречал, а скорее всего и сам использует слово-сочетание ГОСТовский кабель. Мы сталкиваемся с ним практически каждый день. Все продавцы клянутся, что продают ГОСТовские кабели, монтажники в своих видеороликах клянутся, что они работают только ГОСТовскими кабелями, да и сами заказчики просят монтажники купить на свой объект ГОСТовский кабель и ни в коем случае не брать никакую там ТУшку. Стоп, ну что такое ТУшка? Неужели производитель может просто так вот взять и выпустить продукт, который будет опасен для использования? Или может быть все не так просто, и мы с вами ошибались все это время? Так что предлагаю не терять время зря, ведь нас преди ожидает огромный пласт информации, получив который у вас, пожалуй, останется один единственный вопрос, для ответа на который я вернусь в конце. Приятного просмотра! Что такое ТУ? Что такое ГОСТ? Зачем это нужно? Стоит ли его покупать по ТУ? Да, да, вообще. Существует ли ТУ без ГОСТ и так далее? Да, на кабеле написано просто ТУ, это плохой кабель, когда просто ГОСТ хороший кабель, а когда и то и другое, народ теряется. Народ теряется, да. Ну, предвосхищая длинную и сложную и веселую тему, хочу сказать, что один из производителей пишет три ГОСТа на своем кабелем. Три разных ГОСТа указывает, он трижды ГОСТовский. Соответственно, он делает с этого прямой надеждой. Это ГОСТ ГОСТ плюс плюс? Да, это ГОСТ три плюса, совершенно верно. Вот, как сказать, конечно, это дань некомпетентности потребителей, потому что люди пытаются свою супер ГОСТ вот таким вот смешным образом подтвердить, скажем так. Если чем больше послал смс, тем больше не лох, как в анекдоте. Там платных, естественно. Вот, так и тут. Поэтому это самая большая, самая страшная и самая смешная легенда кабельного рынка, это кабель по ГОСТ. Если вы помните, что значит ПОГОСТ в русском языке, наверное, то есть повод улыбнуться. Ну, поехали. Тут исторический экскурс просто необходим. В советские времена, в которые уходит, в принципе, корнями вся наша энергетика, электроэнергетика практически, и вся наша нормативная база, потому что там теоретически наработки делались в основном в то время, и те кабель, с которыми мы работаем, на основе ПВХ материала, они тоже родом из Советского Союза, оттуда. Вот, существовал до 2010 года ГОСТ 16442, который, наверное, вы помните. Родом из СССР, ЛОСТ 16442-80, то бишь, вот его рождение, 80-й год, Олипиаду появился на свет, в котором совершенно в явном виде были прописаны требования кабелю к материалам, методы контроля в соответствии с этим требованиям, и он являлся самодостаточным, то есть он являлся техническими условиями. Кстати, если взять его и посмотреть, там описано, как буквально-технические условия. То есть, это описание изделия, его идентификация, его характеристики, требования к технологии производства и требования к самому кабелю, и каким образом это все можно проверить и установить в соответствии. Вот, работала эта тема до 2010 года, потом была признана устаревшей. Ну, устаревана, конечно, объективно, поскольку появилась куча новых материалов. Во-первых, во-вторых, требования по безопасности, по пожарке здорово ужесточились, появились новые марки изделий, как ВВГНГ, которые в период этого действия ГОСТа, естественно, можно было производить только на основании ТУ, потому что этот ГОСТ никаких требований к НГ не содержал. Вот, соответственно, в тот же период, чуть позже, появился кабель ВВГНГ-ЛС, который тоже можно было производить только на основании ТУ, потому что требований к ЛС этот ГОСТ не содержал. В то же время ВВГшку можно и нужно было производить на основании этого ГОСТа, потому что он содержал всю необходимую для этого информацию и не отсылал производителя к каким-то внутренним документам для того, чтобы производить этот кабель. Так что этот ГОСТ являлся одновременно и техническими условиями. Потом началось законотворчество в технической отрасли и появился ГОСТ-Р, вот такой ГОСТ появился. Он, собственно, в части требований к силовым кабелям общих требований, он, в принципе, повторял требования этого ГОСТа, но и в то же время еще нес дополнительные какие-то требования, во всяком случае допускал существование кабелей НГ и других конструкций, которые, собственно, за это время успели появиться. И кабели с полиодифиновыми покровами ППГ тоже каким-то образом там уже упоминались. Но этот ГОСТ уже не мог являться нормативной документацией и основанием для производства, поскольку он отсылал постоянно по конструкции живы, по массовым показателям, по геометрическим показателям к ТУ производителя на конкретный вид продукции. Он являлся общими техническими условиями ОТУ. Соответственно, хочешь что-то производить, пиши ТУ на конкретный вид продукции и производи, поскольку ГОСТ не содержит прямых указаний по производству этого вида продукции. Вот. И это сейчас я иду по официальной части, потом неофициальную часть прогоню по этой же истории. Вот тут. Хорошо. Ну, как сказать. Соответственно, была введена система сертификации ГОСТ-Р, которая, собственно, проверяла соответствие. И вот тут самая большая ошибка и проблема в отрасли была совершена. Правила сертификации допускали в сертификатах писать изъятие. То есть, можно было писать, что кабель такой-то, такой-то, соответствует ГОСТу такому-то, кроме пунктов таких-то. Или только вот по таким пунктам. То есть, была сделана такая очень огромная юридическая дыра, которая позволяла негативно производить не полностью соответствующую ГОСТу продукцию. Не знаю, было ли это пролоббировано кем-то, либо это там лопухи там сидели, может быть, и то, и другое. Но, тем не менее, факт остается фактом. Дыра была оформлена, и в нее мутным потоком хлынула публика, скажем так, мечтающая получить конкретное преимущество на рынке. Тем более, 12-й год это уже не так давно было. Вот. Сертификатом со всякими изъятиями тоже море было. Продажи сертификатов тогда приобрела просто беспредельные формы. Их чуть ли не на Тверской, в подъемном переходе можно было покупать. И при этом они еще в госреестре, в принципе, были отмечены. Это тоже свой бизнес, мы его не видим, но там очень большие, серьезные деньги. Вот. Этот бардак, ну, конечно, так сказать, наверное, в нашей стране были люди, кто на этом зарабатывал, а были люди, которых это напрягало, которым нужно было жить в этом мире и обеспечить безопасность работы электросетей и объектов. Результатом их недовольства, возмущения и деятельности стало появление системы технических регламентов. Технические регламенты у нас появились в автомобильной отрасли, например, тот же правый руль, кто там не к двору оказался, потому что регламенты его запрещают. Это некий надзаконный акт, который находится ниже гражданского кодекса, но выше стандарта ГОСТа. Это некий, который содержит в себе некие общие правила, актуальные для определенной группы продукции, в том числе электротехнической. В нашу сторону полетел технический регламент таможенного союза, таможенный союз, это определенные политические события произошли. О безопасности низковольтного оборудования появился такой документ, вы о нем знаете, вижу. Его действие распространяется на все электрическое, к чему подключаются провода, от 50 до 1 кВт. Не только кабели, почему-то об этом забываю, то все, к чему подключается такое напряжение, оно подпадает под его действие. Документ вы это, наверное, видели, там не буду его пересказывать. Он содержит, конечно, общие требования, все должно быть хорошо, все должно быть безопасно, и на всем должно быть написано знак обращения на рынке, вот этот вот. Вот так он выглядит. Евро-Азиатский экономический союз. И, собственно, этот техрегламент содержит приложение о 40, по-моему, там листах, по-моему, со списком стандартов, которые нужно исполнять, чтобы соответствовать требованию этого техрегламента. Вот. Соответственно, поскольку этот стандарт являлся национальным, де юре, он не проходил в эту тему, поэтому на нем заменили обложку и сказали, теперь это стандарт ГОСТ 31996, что не помню, там, стоп-топ-топ, это 10, а это 12, я собрала его. Вот это вот 12 уже. Вот такой был придуман ГОСТ, он практически полностью повторяет, да, там какие-то незначительные присутствуют в комплексе. Он тоже имеет статус ОТУ. Отличается он от этого статусом международного. Требования, в принципе, технически те же самые остались. И вот, собственно, вот эти два документа в спарке по сей день являются основными, как сказать, требованиями к силовому кабелю для стационарной прокладки. Соответственно, по гибким кабелям там содержится сливые требования, и по проводам они тоже в приложении содержатся. Пока пойдем по этим самым, по стационарным. Значит, сам текст техрегламента содержит некие требования, которые в ГОСТах отсутствуют. В частности, по маркировке. То есть, у него есть двух требований, а в частности по знак оборудования на рынке, это только в техрегламентах. Будьте его нет. Поэтому исполнение от производителя требуется исполнение этого документа, исполнение этого документа. А вот этот документ, я специально посчитал, содержит 20 отсылок в ТУ производителя по различным параметрам кабельной продукции. А вот это, смотрите, в ТУ производителя на конкретный вид продукции. Поэтому, хочешь не хочешь, обязательно прицепом к этой пачке документов является ТУ на конкретный вид продукции. Ну, там он может выглядеть там 3500, там 2, и дальше 124, там. С каждой определенный там код есть наименование ТУ. То есть, эти технические условия должны описывать конкретные требования к конкретному виду продукции, и методы их контроля. То есть, они являются дополнением к этому стандарту. Без них просто кабель не сделаешь в ППГ, например. Там просто не написано, из чего его делать и как. Вот, поэтому нужны ТУ. ТУ, значит, они форму имеют ссылочную. То есть, не надо писать, чему там должна соответствовать жила. Ссылаешься на ГОСТ, нажим, и все. И закрываешь эту тему, переходишь к следующему. Вот, поэтому он ТУ содержит только те параметры, которые ГОСТом не предусмотрены. Вот в этом их глубинный, настоящий, объективный смысл на сегодняшний день. И основанием производства на сегодняшний день в рамках вот этой правовой базы является только ТУ. ТУ является основанием производства. Именно ТУ указывается в сертификате соответствия производителя как основание. Если кто-то написал ГОСТ на силовой кабель, это сертификат нарисован в фотошопе. Либо продан откровенно продажным менеджером компании по сертификации. Но сейчас они как-то побаиваются это делать. Вот, поэтому вот и святая троица, в которой живет любой производитель силового кабеля. Ну, это так быть должно. Я говорю, ну, как оно есть, сейчас вот с вами обсудим. Да, и сейчас самое ужасное вещь, я ее на камеру повторю. 12 минут. Все началось совершенно, так сказать, в другом месте. Все началось в пищевой промышленности. В определенный момент, это где-то там на час-двустысячных, в пищевой промышленности отменили обязательную сертификацию. То есть, если ты делаешь пломбир, ты можешь делать его в ТУ своих, взять и написать. Берем куриные какашки, смешиваем с конским навозом, добавляем в сахарные пудры, это пломбир. И закон, никоим образом, это не запрещал, никакой контроль, до последних времен был невозможен, де юра, потому что свобода. Единственное требование было о безопасности, чтобы от этой еды ты не умер в течение 60 дней. А мы по сей день, кстати, сохраняется. Поэтому так сказать, для себя веду в виду. Умереться у нас 2 нужно вовремя. Вот, соответственно, ГОСТы при этом сохранили свои действия. Можно было пломбир тот же делать по ГОСТу, а можно по вышеназванному ТУ. И то, и другое, ты имел право продавать и выкладывать на прилавок. Соответственно, это вызвало очень жесткую реакцию населения на появление, в первую очередь, продуктов, сделанных в ПТУ. Потому что качества и вкусовые, и любые прочие, были ниже всякой критики. И, собственно, по сей день такую продукцию купить не проблема. Наверное, все знают. Вот, соответственно, любое упоминание ТУ, оно по сей день вызывает у обывателя жесткое неприятие. По понятным причинам. Потому что, конечно, органолептическое ощущение некачественности продукции, оно самое яркое, самое образное. Кабель мы можем ощутить только косвенно плохой. А вот плохую еду мы очень четко воспринимаем. Поэтому здесь образность этого восприятия, конечно, имидж ТУ испортила просто необратимое, считаю. К счастью, у кабельной отрасли обязательно сертификация сохранилась пока. Я просто держу пальцы, стучу по дереву, чтобы она сохранялась и дальше. Потому что, если тут плюрализм, свобода дадут. Я не знаю, что начнется. Вот, слава богу, в свидетельстве тех регламентов запретили писать изъятие в сертификатах соответствия. То есть, либо ты соответствуешь полностью ТРТС и стандарту, либо не соответствуешь и идешь лесом. По крайней мере, до юра оно так. И, ну, как сказать, теория осетрины второй свежести сейчас, во всяком случае, на уровне правовой базы у нас отменена, слава богу. Осетрина первой свежести, либо никакой. Кабель соответствует, либо нет. Все. Понятно, что в головах у людей старая школа еще жива, что можно кое-где отступить, можно написать ТУ с изъятиями, и можно, можно, можно. Можно себе выписать индустрию какую-то письменную. К сожалению, нельзя. И вот этот переход, теперь, как оно происходило в жизни? Да, наступил 2010 год. Вот. Отменили ГОСТ, ввели новый. Ну, а старые сертификаты действовали до конца их истечения действия. Соответственно, это еще минимум 2-3 года, еще продукция по старым нормам на рынке появлялась, продавалась. Это было негативно, ничего страшного. Ну, мы вроде бы переходили в новое правовое пространство, и заживем уже новой жизнью, и как надо, и как правильно. Ну, к сожалению, в 2012 году появляется оно, вот, ГОСТ-Р, еще переходный период не закончился, ну, уже вот в 2012 год у нас. И сразу же в 2011 году уже техрегламент появляется. Хотя вот сразу его действия, вот, 2011. Вот здесь пару событий происходят, которые правовую базу переворачивают в нашей отрасе очень здорово. При этом появляется продукция эта, существует переходная, и начинают уже техрегламент выводить потихоньку. Соответственно, у нас есть три школы кунг-фу одновременно. Школа кунг-фу старая, школа кунг-фу переходная, которая позволяет писать изъятия, и школа кунг-фу новая, которая нельзя писать изъятия, нужно делать строго по стандарту. Вот, конечно, это разброс шатания на нездоровые головы или некомпетентные головы, очень пагубно это все подействовало. Но наступил 2015 год, при этом лязнула гильотина. Водевым решением все сертификаты на любую кабельную продукцию, выданные до этого момента, они удерживались. Об этом заранее предупредили, в принципе, этой новости не было. Была возможность на новый религиоз встать. С 2015 года правовая база стала такой, как я говорил, ТРТС, ГОСТ, ТУ. Все жестко, без всяких изъятий и так далее. Ну, людям, которые привыкли, которым было выгодно жить в том правовом поле, они, конечно, не хотели сдаваться и не сдаются по сей день. Вот, в 2016 году начались события, ну, так сказать, конечная борьба за рынок средствами наведения порядка на нем, скажем так. Потому что мы, как производители, конечно, искренне заинтересованы наведением порядка на рынке. Люди, которые этот рынок пытаются контролировать, они больше, конечно, о прибылих думают. Ну, поскольку векторы интереса у нас в этом смысле совпадали, то, что вы поняли, рынка нужно убирать так или иначе. Она опасна для всех, просто непотребительней. Поэтому, ну, как сказать, это дало свои плоды и какие-то движения, по крайней мере, начались в лучшую сторону. Но, рассказы про то, что ТУ плохо, ТУ это дешевое сердитко, ГОСТ это хорошо и клево, а ГОСТ плюс это еще БДЖ-хачлюхи прилагаются. Это Li-про-д arguing с ним? Про два плюса я б... Как за рятофширюки? А потому что... Нет, это я для вас рассказал. Вы можете сами это рассказывать. Нет, вам целом злоруме нравится. вот появились такие неформальные три градации качества которые нигде ни в одном документе не описаны они существуют в головах и фантазии сексуально в том числе у людей которые первую очередь заниматься продажами конечно же то устало до ругательным словом это самый трешовый продукт питания это тоже самое и кабель какой-то трешовый в котором производитель взял и написал в ту что изготовляет и изоляцию вторички ажи люди в историчный медик 2 . а зачем это писать ту отпущением грехов это не является мало того федеральный закон требует чтобы требования ты у должны превосходить ремня гост и либо соответствовать им то есть это ты у является саму по себе преступлением зачем совершать два преступления не добросовестного производителя по цене он пишет гост и занижает толщины при этом у его ответственность становится меньше поэтому ты у отпущением грехов являться не может в нынешней правовой базе это лишнее отягощение лишняя проблема ты у не соответствующие требованиям национальности международных стандартов вот опять же для силового кабеля его производить не по т.у. невозможно поскольку опять же это требования стандарт поэтому так сказать если на кабельный бизнес он сделан основании т.у. это всего лишь декларация того или иного конкретного т.у. на основании которого он сделан как мы поняли из выступления николая александровича кабель выпускаемый по техническим условиям сегодня не может быть выпущен с нарушениями само по себе словосочетание т.у.шный кабель уже давно не может применяться для определения низкокачественной продукции но у вас может остаться вопрос откуда же тогда берется заниженное сечение пружинищая медь слипшаяся изоляция и все прочие прелести которые мы привыкли считать признаками т.у.шного кабеля ответ очень прост это либо брак либо контрафакт либо фальсификат а вот как производится фальсифицированная кабельно-проводниковая продукция вы уже прямо сейчас можете посмотреть на канале михаила частякова совета электрика перейдя туда по ссылке в описании там лежит еще одно видео с нашей конференции на заводе concord где николай александрович рядцев очень подробно рассказывает какие приемы применяют недобросовестные производители кабельно-проводниковой продукции ну а на этом я с вами прощаюсь обязательно ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и группу вконтакте спасибо за внимание и безопасного вам электричества с вами был вяткин александр команда госплюс а 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 Продолжение следует...